11 декабря 1937 года. Представление священномученика, митрополита Серафима Чичигова. «Вот хорошо, что ты пришел, я тебя давно поджидаю. Серафим Саровский велел тебе передать, чтобы ты доложил государю. Наступило время открытия мощей преподобного и его прославления». Такими словами встретила блаженная Пелагея Ивановна Серебренникова, приехавшего в Дивеево священника Леонида Михайловича Чичигова. Еще недавно его, адъютанта великого князя, героя русско-турецкой войны на Балканах, ожидала блестящая карьера. Неожиданный уход в отставку удивил многих. Тем более, что Леонид Михайлович отказался от мирской жизни и был рукоположен в сан священника. В Москве, переданные через блаженные слова Серафима Саровского об открытии мощей, вновь вспомнились Чичигову. Так зародилась мысль о создании летописи Серафима Дивеевского монастыря, которая должна помочь прославлению преподобного. Леонид Михайлович взял отпуск и отправился в Дивеево. Он хотел записать рассказы монахинь, помнивших отца Серафима, и поработать в архивах Саровского и Дивеевского монастырей. Чичигов вспоминал, «Когда летопись была окончена, я увидел налево от себя преподобного Серафима. Душу мою наполнило незъяснимое блаженство». Серафим поклонился и сказал, «Благодарю тебя за летопись, проси за нее, что хочешь». Я ответил, «Батюшка, дорогой, мне так радостно сейчас, что ничего другого не хочу, как только всегда быть около вас». Отец Серафим улыбнулся в знак согласия и стал невидим. Вскоре Чичигов принял монашество с именем Серафим, избрав батюшку своим небесным покровителем. В революционные годы он был возведен в Сан-Метрополита, что само по себе тогда было подвигом. Жизнь владыки Серафима была заполнена непрестанной молитвой, чтением, сочинением духовной музыки. Он сумел пронести чистоту души и сердца через страшное время. Арестовали его тайной ночью. Из-за болезни 82-летний владыка уже не мог двигаться. В тюрьму его отправили на машине скорой помощи. Метрополита Серафима Чичигова простреляли 11 декабря 1937 года. У Дивеевского монастыря появился новый небесный покровитель, священно-мученник Серафим Чичигов.